Доброе утро, дорогие телезрители! На календаре 10 февраля. Среда, и мы начинаем. Алёна, ты же знаешь, что тайцы любят острую пищу. Кто этого не знает? Конечно. Для всех, кто был в Таиланде, прекрасно понимает, о чём я говорю. Они даже любят острую пищу употреблять на завтрак. Ну а традиционным блюдом в Таиланде считается рисовый суп с креветками и острым перцем чили. Подожди, острое ещё и на завтрак? А разве это полезно? Я сомневаюсь, что это полезно. Ну, честно сказать, лучше скажу, не знаю. Вот давай прямо сейчас мы, я предлагаю это выяснить, посмотрев специальный репортаж наших корреспондентов. Наверняка вы слышали, что опытные артисты часто включают в свой рацион острые блюда. Всё потому, что ингредиенты, содержащиеся в подобных блюдах, способствуют укреплению волос и благотворно влияют на голосовые связки. Также употребление жгучих продуктов ускоряют процесс работы коры головного мозга. Польза острой пищи. Острая пища способствует лечению простудных заболеваний. Так как в остром перце находится капсаицин, который способствует потоотделению, вызванного высокой температурой тела человека. Также острая пища способствует похудению. Тот же самый капсаицин, он ускоряет обмен веществ в теле человека. И человек, который питается острой пищей, он, соответственно, не может её съесть в большом количестве. Шеф-повар Нурлы Дастан признаётся, что некоторые приправы, которые придают неповторимую остроту блюдам, завозятся из-за границы. Поэтому приготовить еду в домашних условиях будет не так-то просто. В свою очередь, на рабочем месте, где все ингредиенты и оборудование находятся под руками, Нурлы с удовольствием согласился показать, как готовится острая китайская еда. Курица по-чунчунски, затем жареная фасоль – это всё входит в список острых блюд. Мы его готовим сухим перцем, называется он лафис, и благодаря нему все блюда становятся острыми. Также добавляются ещё специальные приправы, к сожалению, дома. Их сделать мы не сможем. Острая еда особенно полезна в определённое время года. Например, в летний период не стоит злоупотреблять жгучими продуктами. Ведь положительная температура воздуха вкупе с острой пищей могут негативно отразиться на организме человека. Сейчас зима, и острые блюда ускоряют процесс кровообращения в организме, тем самым вы будете меньше замерзать. И сможете смело выезжать в горы. Также острая пища способствует расслабляющий эффект, вызывает, помогает заснуть, снимает стресс. Также острая еда делится и по уровню жгучести. И некоторые из них благотворно влияют на организм человека. А другие даже применяют в лечении различных заболеваний. Острота пищи делится в китайской кухне на очень острые и средние острые и просто острые. Это индивидуально для каждого человека. Например, очень острое блюдо полезно тем, что способствует дезинфекцию. А средняя и малая острота пищи – это хорошо для поднятия аппетита. Но, как уже говорилось раньше, не стоит злоупотреблять острой пищей, несмотря на ее положительные свойства. Ведь польза будет зависеть от многих факторов и индивидуальности каждого организма. Вред острой пищи. Острая пища противопоказана людям, у которых есть гастрит, которые страдают язвой желудка. И также острая пища вызывает изжогу. Острая пища противопоказана, чтобы специи не раздражали стенки желудка. Чувствуйте свое тело, знайте, чего вы хотите, и тогда ваш аппетит будет в порядке. А острая китайская еда поможет вам не только оздоровить свой организм, но и улучшить состояние разума. Кайра Турынов Нурландус Магомбетов специально для Жангакэн. Доброе утро, дорогие телезрители. На нас надеты фартыки, а это значит, что пришло время самой вкусной рубрики. С нами наш шеф-повар Андрей Самбурский. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. И снова наша помощь необходима. Да, неотъемлема ваша помощь вообще. Так, сейчас нам нужно будет подготовить несколько... Несколько сковородок даже? Да, нет, одну сковородку, несколько крыльевных предметов. Так, Алан, вам нужно будет доска и нож. Смотри, как Андрей загадками, он не рассказывает, что мы готовим. Да, да, да. Мы будем готовить тосты с томатами и моцареллой. То есть небольшой перекус утренний, ну такой нетяжелый, скажем. Так, помощь Алану заключается в чем? Вам нужно будет порезать томат без косточек. Справитесь? Это как? Интересно. Сейчас я вам покажу. Надеюсь, операторы поймали наши взгляды с тобой, Алан. Главное, я ралаш. В этот момент. Вот. Это все. А, и сердцевину. Да. Все. Убираем и просто режем мелким кубиком томат. Вот так. Вот так. Да. И еще кубик. Да. Андрей, а чем нам сердцевина не угодила? Сердцевина просто... Ну, сами по себе косточки не очень приятны, когда кушаешь. Почему? Я обожаю помидоры. Я тоже. Самое вкусное, да. В общем, такой рецепт, мы поняли. Такой рецепт. Дальше. Вам нужно будет, Алена, обжарить... Тосты. Тосты. На оливковом масле. Перед тем, как приступить к жарке, вернее, давайте я начну жарить, а мы будем перечислять, что у нас входит в наш рецепт. Оливковое масло, не экстра-верджин. Просто обычное оливковое масло для жарки. Томаты, моцарелла в рассоле, очень нежная, вкусная моцарелла. Обычный тостовый хлеб, базилик и рукола. Так, я не слишком много масла? Нет, наоборот, самый раз, потому что нужно, чтобы она... Базилик, рукола и помидоры не забудьте, друзья. Помидоры сказали в начале уже. Так. Алан, вам нужно будет это все сложить в чашечку. И мелкой соломкой порезать базилик. Базилик. Да. А у меня базилик на окне растет, представляете? Ну ладно. И я вот это сразу, просто вот, лимонник и базилик сразу в блюдо. Так, для того, чтобы моцареллу порезать, много мудрости не надо, просто нарезаем ее аккуратно. Кстати, хорошая идея, вот эти такие вот вещи выращивать у себя дома в домашних условиях, которые всегда под рукой для готовки. И самое главное, свежайший запах какой. Знаешь, не знаешь, что покушать, ты думаешь, пойду-ка съем базилик. Да. Прям сократно. Грязешь себе веточку. Ну это не про меня, мне это не хватит. Алан, вам нужно будет все это соединить и посолить слегка. Еще, по-моему, рановато, да? Рановато, да. По-моему, даже еще не нагрелась, колорода нормально. Так, томаты я сюда убираю. Томаты, да, в чашечку смешиваем с базиликом, слегка подсаливаем. Ну, предварительно базилик нужно мелко еще, да, порезать. Можно добавить туда еще немножко масла. А, по краешку, да? В томаты. Нет, в томаты. Да. Алан, не против я тебе помогу? Да, пожалуйста, с тобой. Нужно это посолить, поперчить? Обязательно. Так, конечно же, будет вкуснее. Да. Кстати, перец вместе с базиликом, это очень потрясающее сочетание. И помидоры с базиликом. То, что мы сейчас готовим, это вообще чей завтрак? Ну, я думаю, это итальянское. Больше, да, моцарелла. Ну, только из моцареллы, да. Оно больше к Италии, базилик. Да, кстати, больше похоже на итальянский. Как? Или еще? Да, ну, уже лучше, да, конечно. Это с другой стороны. Тебя не пугает этот звук? Звук профессионального повара. Да, 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 типа. Так, так, так. Потом нужно будет выложить тосты на тарелочку. Какую мы выберем для этого тарелку? Большую белую? Ну, давайте, да, большую белую, наверное, красивую. Большую белую. Так, вот это все я должен перемешать. Да, посолить. Да, я не посолила. Потому что Алена, по-моему, только поперчила. Так. Так, друзья. Казалось бы, такое блюдо простейшее, да? А мы вот его все готовим и готовим, и готовим, и готовим. Уже можно выкладывать, да? Да, можно выкладывать тосты. Отключить нашу сковородочку, чтобы она зря почем не дымела. Угу. Так, красиво. Ну, и тосты можно использовать более пластической формы, да? Ну, это тостерный хлеб, то есть бывает разного размера. Ага, сначала. Так, теперь выкладываем аккуратно моцарелло. Ну, ребят, ну как сразу все меняется, а как сразу картина становится другая. Так. И можно выкладывать томаты, Алена. Ну, наверное, вам доверим. Давайте. А руколой мы просто это украсим, да? Да. Сверху все выложим руколу. Никогда я не перестану поражаться шеф-поварам. Алан. Пополняется наша кухня рецептами в программе «Жена Кун». Для всех тех, кто так же, как и мы с Аленой, приступил к завтраку, мы желаем приятного аппетита. Ну, и, собственно, всегда добавляйте в эти рецепты нечто свое, индивидуальное, любимые блюда, любимые ингредиенты. Главное, конечно, ваше хорошее настроение. Ну, я думаю, мы с тобой попробуем это все за кадром, потому что рецепт, я думаю, неудивительный, да, примерно на вкус. Ну, хотя что я тебя... Если хочешь, ешь сейчас. Нет, ешь вообще. Я просто за помаду Алену, да, переживаю. Ну что ж, друзья, приятного вам аппетита. Очень просто, очень быстрое, самое главное вкусное. Андрей, спасибо. Ну, а мы продолжаем. Угу. В наши дни проблема со зрением возникает по большей части из-за зависимости к мобильным устройствам. Проснувшись, первым делом мы берем в руки телефон. И последнее, что мы держим перед сном, тоже оказывается телефон. Это пагубно влияет на наше зрение, особенно ночью в комнате с выключенным светом. Расстояние мобильного устройства от глаз тоже может влиять на ухудшение зрительного аппарата. Рекомендуется держать телефон в 30 сантиметрах от лица. Но, несмотря на все это, можно найти выход и из этой проблемы. Лучший совет мой, как врача, это по возможности исключить нагрузку на орган зрения. Именно родителям. Почему? Потому что зачастую мы видим, что дети, маленькие дети до 5 лет уже активно занимаются с электронными носителями, постоянно сидят за компьютером, играют в игры на сотовых телефонах и так далее. Поэтому родители должны понимать, что такая нагрузка, она не нужна для несформировавшегося глаза. По сравнению с 1997 годом, зрение у всего человечества ухудшилось на 35%. Причиной этому могут служить многие факторы. Начиная от просмотра телевизора и заканчивая чтением книг на близком расстоянии. Чем мельче шрифт текста, будь то в книге или на экране, тем чаще мы непроизвольно приближаемся к объекту. Именно так может возникнуть близорукость или миопия. Глободненность, конечно, очень высокая, потому что масса детей к нам поступает. До 40-50% школьников имеют патологию зрения. Именно снижение зрения, связанное с близорукостью. Чтобы сохранить здоровье глаз, нужно чаще моргать. Интересный факт. При просмотре фильма на телефоне мы моргаем в три раза реже. Соответственно, оболочка глаза сушится, и это определенным образом ухудшает зрение. То есть ребенок посмотрел телевизор, должен встать, походить, размяться, посмотреть в окно, то есть дать глазу отдых от напряжения. Правило 20 минут. Если вы увлечены поисками информации в интернете, то делайте перерыв каждые 20 минут и отводите взгляд в дальнюю точку на расстоянии более 6 метров. Вообще обследование желательно проходить как минимум один раз в год. Проверка зрения у каждого ребенка, профилактический осмотр один раз в год. Если же имеются какие-то показания, то есть если есть снижение зрения, то здесь, конечно, по рекомендации врача чаще. Будучи офтальмологом, я практически каждому пациенту советую носить в рацион этот замечательный плод, ананас. Так как вот есть в офтальмологии такое заболевание, как дегенерация сетчатки, в том числе дегенерация желтого пятна или макулы, которая развивается как бы с возрастом, а именно вот эти свободные радикалы накапливаясь, вызывают это развитие заболевания. Если вы чувствуете напряжение в глазах, то сядьте прямо и крепко зажмурьте веки на 5 секунд. После этого широко откройте их и повторите такую тренировку 8 или 10 раз. Подобным образом вы укрепите мышцы век, заметно улучшите кровообращение и поспособствуете расслаблению мышц глаз. Для того, чтобы предотвратить это накопление, необходимо помимо препаратов лекарственных назначать и продукты, которые содержат эти антиоксиданты. В их число, конечно же, входит и ананас. Если вы хотите сохранить свое зрение до старости, то сократите время взаимодействия с телефоном. Если же такой возможности нет, создайте себе условия для более безопасного пользования. Держите мобильное устройство на большем расстоянии от лица и сделайте, чтобы шрифт максимально был крупным. Хайра Турынов, Виктор Степанов. Специально для Женекын. Мы продолжаем нашу программу. У нас в студии Айсавле Бакимбай КЗ, начальник отдела розыщенных продаж города Алматы. Айсавле, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о существующих государственных программах. Как вы знаете, Акционерное общество жилищно-строительного сберегательного банка Казахстана является единственным в Казахстане финансовым институтом, реализующим механизм жилищно-строительных сбережений. А также мы являемся одним из операторов программы развития регионов до 2020 года. В данной программе могут участвовать все категории населения. Также продолжаем работу в двух направлениях. Это жилье для молодых семей и жилье для всех категорий населения. А чтобы участвовать в данной программе, значит, обязательно нужно быть вкладчиком, либо быть, либо стать вкладчиком Жил-Средбербанка Казахстана. У нас начался прием заявлений. Прием заявлений у нас длится два месяца. Что нужно для того, чтобы подать заявку? То есть, как я говорила ранее, это надо стать вкладчиком вам. Вкладчиком, так. Второе условие, это именно город Алматы и Астана касается два года прописки. И третье, все это могут участниками быть все вкладчики банка. Также граждане Казахстана и уралманы. Получается, учитывают эти критерии желающих колоссальное количество? Да, колоссальное количество. В других регионах требований именно прописки нет. А на кого ориентированы данные программы? Это больше молодые семьи? Да, я уже говорила, что два направления. То есть, это жилье для молодых семей по этой категории. То есть, могут обращаться жители города Алматы в управление жилья. Также к нам обращаться для всех категорий населения. То есть, сейчас вот именно по доступному жилью у нас и того 1800 квартир будут реализовываться. Значит, в феврале началась антикризисная программа. Это программа «Жилстрой Сбербанк Казахстана». Эта программа идет в дополнение к программе развития регионов 2020. Будет длиться до 2022 года. Она аналогична программе развития, но единственное отсутствует требование к прописке. То есть, я ранее говорила... А, то есть, вы еще упростили ситуацию? Да. Ранее то, что я говорила, что прописка требуется городу Алматы-Астане, в нашей программе оно отсутствует. Значит, рассчитывается стоимость одного квадратного метра 180 тысяч тенге. Это в чистовой отделке. Вот. И реализовываться будет в этом году где-то 350 тысяч квадратных метров. Общий объем до 2022 года где-то 1,5 миллиона квадратных метров. Поэтому, опять же, еще раз обращаюсь к гражданам Казахстана, чтобы приобрести именно жилье по доступным ценам. Не пускай такой возможности. Открывать, да. Открыть надо будет обязательно депозит и участвовать в данных программах. Вся информация, все новости на внешнем сайте банка размещены. Также могут звонить в колл-центр 300, также обращаться в подразделение банка. Айсалли, вам огромное спасибо. Вам спасибо. Всего доброго. Айсалли, мы тоже поучаствуем. Конечно, конечно. Спасибо вам огромное. Все хотят иметь доступное жилье. Мы продолжаем. Здравствуйте. Меня зовут Зарина Джагопарова. Я мастер по рукоделию. И сегодня своими руками мы с вами сделаем красивую подарочную коробочку, пакетик и открыточку. Итак, чтобы сделать нам пакетик, нам нужен небольшой плотный лист бумаги любого размера. От того, какой у вас будет размер, будет зависеть размер вашего пакета. Для этого я складываю свой лист пополам, отмечаю себе серединку. И теперь делаю нахлёст правой стороны, немножко за середину и сгибаю эту сторону. Теперь нам нужно согнуть вторую сторону, немножко нахлёстом на первую сторону, для того, чтобы склеить обе половинки. Берем клей, желательно суперклей. Должен получиться вот такой кармашек. Теперь мы должны сложить с нижней стороны изгиб, чтобы сделать поддон пакетов. Теперь у нас есть вот такой карман, который нужно загибнуть вовнутрь. То есть мы берем наши уголочки и сгибаем их вовнутрь. Нам нужно сложить верхнюю сторону, немножко к нижней. А нижнюю мы снова делаем нахлёст на этот треугольник. Теперь я всё это склеиваю. Теперь нам нужно сделать внутренние серединки. Для этого нам нужно сложить пополам боковые стороны. Я складываю боковушки изгиба вовнутрь. Теперь нам нужно сделать завязочки. Для этого я просто беру дыракон обычный. Нашу ленточку, наши дырочки. И завязываю зелочки с обратной стороны. Пакет готов. Теперь мы сделаем с вами коробочку. Я сегодня взяла два листа для скрабукинга. Я заранее сделала изгибы. То есть таким образом отмеряем, чтобы вот здесь у нас была высота 7,5 см. А основание коробочки 15 см. Теперь я просто режу. Вот мы отрезали такие ушки, которые нужно будет склеить между собой. Основание коробочки нашей готово. Теперь нам нужно сделать к ней крышечку. Основание нам нужно взять чуть больше, чем коробочка, на 3 мм. А высоту оставится больше 2 см. И я также делаю от 2 см изгиб. Отрезаем ушки. Мы их тоже должны проклеить. Теперь аккуратно складываем в каждую сторону. Все, крышечка для нашей коробочки готова. Теперь нам нужно сделать красивую ленточку. Ленточку мы нашу завязали. Теперь вы смело можете дарить свой подарок. Теперь мы с вами сделаем несложную открытку. Для этого нам нужно взять основу. Тоже плотный лист бумаги. Чтобы сделать нам красивую открытку, я беру специальные заготовки с надписями, вырезаю их и приклеиваю. Также я взяла вот такой шифоновый цветочек, который я могу приложить к нашей надписи. Вот таким образом. Теперь нам нужно украсить нашу основу двумя листами скраб-бумаги, чтобы она подходила под нашу коробочку. Я также взяла нашу длинную основу под коробочку в полоску и чуть-чуть короче сделала лист поменьше. Теперь мы их между собой склеиваем. Нам осталось приклеить надпись «Мечты сбываются». Все, наш подарочный комплект готов. Теперь вы смело можете дарить подарки своим близким и друзьям. А с вами была Зарина Джагопарова, специально для программы «Жанак Квит». В нашей студии учитель по математике высшей категории Ольга Евгеньевна Соколова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ольга Евгеньевна, скажите, пожалуйста, с чего все-таки нужно начинать подготовку к единому национальному тестированию? Подготовку к единому национальному тестированию нужно начинать с согласия в семье. Согласие в семье. Как неожиданно. Как неожиданно, да. Почему? Потому что выбор ребёнка порой не соответствует выбору родителей, которые рекомендуют ему куда-то поступать. Поэтому чем раньше в семье наступит согласие, выборность правильного пути, на который нужно направить собственного ребёнка, тем быстрее и лучше ребёнок подготовится к ЕНТ. Выбор профессии – это дело очень серьёзное. И, к сожалению, сегодня родители выбирают профессию, ну, будем говорить, по престижу, а не по тому, на что способен его собственный ребёнок. И если это согласие, мир и покой в семье восстановится, тогда и ребёнку будет очень легко подготовиться к ЕНТ. Учитывая, что программы сегодня, государственные программы образования в Республике Казахстан наиболее приближены к стандартам западных программ, мы не отстаём от уровня образовательной системы в других республиках и, в частности, за рубежом. Поэтому наши специалисты востребованы, и подготовка их проводится достаточно качественно. С чего начинать? Ну, безусловно, первое – это выбор профессии, потому что от выбора профессии зависят те предметы, к которым учащийся будет готовиться. Но, тем не менее, по программе единого национального тестирования у нас пять обязательных предметов. Это русский, математика, казахский язык, как язык или русский язык, как язык национального общения, и предметы по выбору, история Казахстана, безусловно. Предметы достаточно сложные и серьёзные. Для того, чтобы к ним подготовиться, нужна определённая система. Ну, на сегодняшний день у нас существуют различные курсы подготовки. И на каждых курсах есть своя технология подготовки. Но технологию, которую даёт школа, тот учитель, который его готовит, никто, конечно, не заметит. Хотя там есть интересные технологии, психологические тренинги, которые позволяют быстрее ребёнку адаптироваться. И даже многие родители отдают учащихся на эти курсы, и они не проигрывают. Потому что ребёнок получает двухстороннюю подготовку. Подготовку в школе, где уделяет огромное внимание и подготовке на курсы. Вот тут появляется вопрос, насколько интенсивно должен заниматься школьник к подготовке к ИНТ, чтобы заполучить эти свои баллы, в конце концов. Заполучить эти свои баллы, это значит, нужно минимум, минимум, это моё личное мнение, ну, два часа уделять подготовке к ИНТ. Каждый день? Каждый день. Несмотря на то, что ребёнку ещё задают и школьные задания, и плюс каждый день 6-7 уроков подготовки. Но два часа уделить времени можно. Ну, а хорошо, два часа каждый день, ну, а за какой период времени до экзамена? За два месяца, за три месяца? Нет, что вы, подготовка к ИНТ, потому что база с 5 по 11 класс поднимается. А у нас сейчас в тестах уделяется большое внимание функциональной грамотности по предмету. Это новая программа, которая разработана, будем говорить, на государственном уровне с 14 по 16 год. Мы сейчас изучаем подготовку функциональной грамотности. И вот последние тесты, последние пособия, которые рекомендуют для подготовки, как раз основаны на этой теории. И поэтому нужно ни за месяц, ни за два, безусловно, начинать подготовку в 10-м, в 11-м классе. Какой балл необходимо набрать для получения образовательного гранта? Образовательные гранты, к сожалению, мы узнаем разбаловку, ну, буквально, может быть, в апреле-май месяце. Когда, будем говорить, наши направления образовательные, выдают гранты в эфир. Но вообще, в основном, от 100 и выше, это, безусловно, получишь образовательный грант. Но есть институты, где потребность в специалистах менее низкая, для того, чтобы заполучить студентов, у них гранты намного ниже, от 80. Были года, когда и 60 был, это технические специальности, которые на сегодня, так сказать, не востребованы, гранты были при 60 баллах. Но это уже планка поднята до 80 на сегодняшний год. Ольга Евгеньевна, я не знаю, вот я прямо пожалела, что у меня не было в детстве такого учителя по математике, как вы, и вы настоящий эксперт своего дела, я думаю. Огромное вам спасибо. Спасибо вам огромное. Вкусит, это будет дельный совет для всех учеников будущих специалистов. От родителей очень многое зависит, занимайтесь уже сегодня. Так что спасибо вам большое. Спасибо.